Всех приветствую на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим про очень важную новую фичу на бирже Femex, которая называется Bracket Orders или ордеры за скобками Вот, как вы видите, здесь появилась новая штучка относительно недавно То есть у нас есть обычные ордера наши лимитные, рыночные, отложенные Post Only, только размещение Reduce Only И вот появилась Bracket Orders Что это такое? Смотрите, ну Да, кто не видел еще мой обзор по этой бирже сейчас он появится сверху, рекомендую к просмотру, и кто еще не подписался на канал, сделайте это сейчас чтобы не забыть, нажмите на колокольчик на все дела, потому что у нас тут много всего интересного по крипте происходит, вот, ну и на телегу тоже подпишитесь, у нас там чат никаких банов, никакой цензуры так что можем общаться и там задавать все вопросы и так далее, ну погнали разбираться С тех пор как я делал на нее обзор, который сейчас появится у вас сверху, если вы его не видели, обязательно посмотрите, тут много новых фишек Появилась Spot торговля, то есть торговля без плеча с нулевыми комиссиями, то есть вы можете торговать вот этими всеми парами без плеча, с нулевыми комиссиями но для этого вам нужна подписка премиум вы можете взять реальную версию и попробовать она стоит либо 10 долларов в месяц либо 70 долларов в год либо вот на 3 месяца за 20 долларов есть сейчас акция и все, это если у вас большие объемы вы будете торговать вообще без комиссии ну плюс вы можете взять ее попробовать на 7 дней реальную версию вот, но так же и в контракт трейдинге, то есть в фьючерсных торгах с плечом здесь появилось очень много монет с тех пор, как я делал свой обзор в частности, вот здесь появились кроме золота, которое делает Femex уникальной биржей здесь еще появились вот Cardano, Bitcoin Cash и всякие Define монеты, в том числе Compound, Wi-Fi, Algo, Polkadot и Uniswap так что вот все эти монеты торгуются с 20 плечом и в общем можете попробовать ими поторговать ну давайте теперь про брекет ордеры и так, что же такое эти брекет ордеры ну вот давайте на примере Litecoin к доллару вот у нас висит Long 1000 контрактов по Litecoin к доллару цена входа 48.65 вот она, Stop Loss без убытки, аккуратненько над ней и вот у нас есть какой-то нереализованный PNL какой-то реализованный тут часть я уже закрывал, переоткрывал и в общем это что нам дают брекет ордеры грубо говоря мы в долгосроке хотим держать Long позицию, но в краткосроке мы видим потенциал для снижения цены и мы можем здесь поработать с вами как маркет мейкеры то есть создать ликвидность в стакане и мы можем сделать обратные заявки то есть находясь в Long мы можем с вами создавать заявки на Short меньшим объемом допустим, вот мы ставим брекет ордер и он работает как? здесь нужно указать Take Profit и Stop Loss и измеряется он тиками тик это минимальное значение хода цены то есть один пункт, грубо говоря в данном случае это 1 цент и вот мы можем поставить с вами, допустим, Take Profit на 30 тиков а Stop Loss на 10 тиков, например и таким образом вот у нас на один контракт будет 0.3 доллара 30 центов это будет Profit либо 10 центов будет убыток вот, также мы здесь можем поменять тип заявки на Stop Loss лимитную или рыночную ну, можно поставить рыночную потому что лимитные не всегда отрабатывают как вы понимаете но тем не менее, чтобы создавать ликвидность в стакане нам нужно, конечно, ставить лимитные вот, кто не понимает о чем речь то вам нужно погуглить, что такое фандинг фи но вкратце давайте объясню ставка финансирования то есть вот у нас сейчас фандинг плюсовой то есть 0.01% фандинг это значит, что лонгистов больше и лонгисты сейчас платят шортистам то есть шортистов у нас меньше соответственно шортисты поставляют ликвидность в стакан те, кто пользуются именно лимитными заявками те, кто пользуются рыночными они сразу по рынку вдаривают и не получают никогда ребейт то есть они всегда платят комиссии которые мы можем посмотреть вот здесь с вами ну и тут везде, как мы видим, одинаковые тейкер, мейкер, фи вот наш лайткоин то есть тейкер, это если вы берете ликвидность из стакана у вас идет 0.075% то бишь это из расчета, что у вас без плеча то есть 1х то есть если вы в 10-м плече, то эта цифра уже 0.75% а если вы в 100-м плече, то это 7.5% соответственно, если вы в 100-м плече зашли и вышли сразу же по рынку то вы отдали 15% просто на ровном месте поэтому не надо никогда пользоваться рыночными ордерами старайтесь пользоваться всегда лимитными а если вы используете лимитные и еще фандинг в вашу сторону то есть вас меньше в данном случае как шортистов то вы получаете назад вот этот небольшой ребейт то есть вам по сути еще платят комиссию за то, что вы поставляете ликвидность в стакан ну давайте посмотрим, попробуем вот у нас цена пошла корректироваться не успели мы сейчас в нее, конечно, зайти по хорошей цене давайте посмотрим, как это работает переключаемся для этого на меньший таймфрейм на 5-минутки, допустим и видим тут, что и видим тут, что цена отверглась вот отсюда здесь, конечно, надо было ставить брекет-шорт он бы уже отработал но теперь уже непонятно, пойдем ли мы отсюда ниже но для примера можем попробовать и смотрим, что здесь происходит с ценой даже лучше на минутках потому что брекет, вот эти сделки, это, конечно, скальпинг но мы можем здесь сделать также и большие тики и более в долгосрочную играть с этим брекетом то есть, допустим, если мы висим сейчас в лонге да, на 4-х часах допустим, у нас цель с вами куда-нибудь долгосрочная на 65 баксов или на 70 то мы можем также расставить брекеты на шорт по пути туда скажем, по 60 или по 57 и поставить ему по 100 тиков профит, например и по 30 стоп лосс то есть, чтобы он на доллар упал и отработал но тема в чем? когда он отработает и либо по тейку, либо по стопу вас закроет вам вернется в вашу лонг позицию то есть, он обратно откупит ваш лонг и у вас цена входа сместится это тоже важно понимать потому что, вот я вчера с брекет ордером поиграл здесь у меня цена входа была изначально 47 даже, по-моему, с чем-то и когда они все откупились назад у меня цена входа сместилась выше видите, 48,65 так что это тоже надо понимать цена ликвидации, соответственно, тоже смещается так что, вот такая вот тема ну, давайте попробуем и посмотрим, как это все выглядит и работает вот мы вроде как поперли наверх обратно вот мы видим некий рейндж, да некий диапазон, в котором цена ходит допустим, мы хотим вот с вами сейчас где-нибудь здесь попробовать шортануть давайте выставим по 50 и 25 центов просто ради эксперимента посмотрим, как он отработает и у нас стоит здесь брекет ордер галочкой мы нажимаем sell short вот, позиция станет 900 контрактов и take profit будет на 30 пунктов а stop loss на 10 подтверждаем опа, и она уже и она отработана сразу, потому что цена ушла выше и вот цена ушла еще выше и сейчас stop loss должен тригануться и снять ее вот у нас активные заявки да, stop loss отработал вот мы потеряли на этом немного все закрылось и у нас снова 1000 контрактов но цена входа еще выше сместилась получается так то есть тут надо, конечно, понимать, что ты делаешь вот сейчас мы делаем это демонстрационно честно говоря, ребят, я не понял почему сейчас у нас релиз PNL больше показывает хотя мы словили стопа по брекету и цена входа сместилась тоже выше видимо, потому что у нас в целом позиция была в прибыли да, и он продал и купил эти два контракта с меньшей потерей, чем у нас была прибыль но в целом мы словили лося, короче вот, но тем не менее можно еще раз так пробовать сделать допустим по 51 давайте попробуем так продать но можно поставить ему ну да, вот так же 30 тиков пускай будет по 51 даже с чем-то лучше ставить вот так вот ставим по 51,1 продать 100 контрактов и сейчас если он сюда шлепнет ну у нас правда стоп будет на 51,2 близкий в общем эту тему надо изучать еще вот видите, цена разворачивается уже не идет в нашу сторону ну типа и передвигать их нельзя, кстати, на графике да, их можно только выставлять давайте по 51 поставим это сильный уровень дойдет, не дойдет туда короче, вот такая вот опция в целом вы поняли, что можно делать вот, и тут вы можете, да, настаивать этих контртрендовых брекет ордеров сколько вам нравится вот по 51,3 допустим можем поставить и дать ему стоп лост 15 пунктов а тейк профит 35 пунктов допустим ну и вот это все значение с ним тоже можете экспериментировать и вот так вот вы ставите и в общем эти ордера, они встают вот и не конфликтуют с вашей основной позицией по 52 вы можете также продать вот видите, и вы также можете еще эти брекет ордеры и в лонг ставить допустим, если упадет цена на 49 вы можете поставить, прикупить там с таким же стоп лоссом и тейк профитом и вот он появился то есть, короче, у вас ваша основная позиция она сохраняется при этом не закрывается так что вот так вот это удобно разбирайтесь, кому интересно я пока все их снимаю потому что это была демонстрация но суть, я думаю, вы уловили и хочу еще сказать, что зарегистрировался вчера как капитан команды на новом состязании призовой фонд до 100 биткоинов регистрация трейдеров началась и продлится до 23 октября а состязание с 24 октября по 7 ноября на счету требуется минимум 0.02 биткоина то есть 2 миллиона сатоши всего все, кто заинтересовался ссылка будет в описании переходите по ней и добавляйтесь в мою команду тема интересная уже призовой фонд 5 биткоинов и вот 12 дней еще до конца регистрации так что переходите по ссылке добавляйтесь в команду криптокомманс и увидимся на состязании фемикс всем профита и вот пошло все это дело вниз ну вот можно было сейчас конечно попробовать, блин ну ладно, херен с ним